Вечер добрый! Слушаете вы свое радио, надеюсь, в постоянном и привычном для себя режиме. Ну, как всегда, по будням с 8 до 10 в этой студии появляются живые люди, живые музыканты. С ними мы живенько беседы, беседуем, музыку они играют. Ну и, в общем, получаем удовольствие с обеих сторон и, надеюсь, два часа времени проводим не зря. Сразу прошу прощения за свой опять-таки сиплый голос. У нас какой-то тренд на этой неделе будет похож на бронемира. Так как-то случилось неожиданно. Традиция. У нас она сложившаяся, да, внешняя. Сначала музыканты играют что-то из своих заготовленных произведений, а дальше, само собой, я их представляю вам, знакомимся ближе, ну и начинаем наше собеседование. Итак, как всегда, живой звук в программе «Живые». Поехали! Ура! Новое время! Ура! Новое время! Ура! Новое время! Новое время! Ура! Новое время! Ура! Новое время! Ура! Новое время! Ура! Новое время! Новое время! Новое время! Новое время! Новое время! Новое время! Ура! Новое время! Ура! Новое время! Новое время! Новое время! Новое время! Ура! Новое время. Итак, здесь сегодня группа Кабинет. Прошу любить и жаловать коллектив на и интереснейший. Есть нам о чем поговорить, и есть, собственно говоря, что пообсуждать. Говорим мы в микрофоны большие. Не в эти, это маленькие. В этот ты поешь. Да, рядом, правее тебя. Вот он, вот он! Тяжелая была сейчас процедура определения микрофона, в котором говорили. Он такой мягкий и пушистый. Илья Шстаков. Поработай. Собственно говоря, вокал Игорь Никонов, тоже как гитара-вокал. Можешь поздороваться? Добрый вечер. Спасибо большое. Здравствуйте, дорогие друзья. Дальше я попрошу всех музыкантов по очереди, ну хоть чуть-чуть к микрофону подходить, здороваться. Мы отсюда в крик. Не надо. Вот это вот опция, которая нас не устраивает. Либо в микрофон, либо молчи. Павел Арапенков. Павел Арапенков. Вокал. Это я. Бас-гитара. Да, добрый день. Сейчас вокал. Как же нам быть с трубачами-духачами? А мы вот так подвинем, правильно. Так будет удобно. Ярослав Волковыский, правильно я произнес фамилию? Маргарита на работе. Привет супруге, которая гуляет с ребенком. Алексей Панкратов, тромбон. Здравствуйте. Здравствуйте. Ну и человек единственный, кроме ведущего в этой студии, имеющий собственный микрофон, барабанщик коллектива. У нас все барабанщики в каждом коллективе. Это люди ударного труда с собственным микрофоном. Андрей Березов. Да, физкуль привет, ребята. Привет. Вот это и есть группа Кабинет. И надо сказать сразу, вы можете писать, какие-либо из сообщений, естественно, попадут в эфир. Ну, опять-таки, те, которые покажутся нам наиболее интересными. 4647 – это короткий номер. 4647 – это смс-очки. Пожалуйста, пишите свои. Неважно, кириллицей, латиницей. Дальше пробел, а потом уже все, что хотели бы адресовать группе. Группа ВКонтакте, официальное сообщество ВКонтакте, свое радио. Там давным-давно уже выложен анонс. Красивая такая фотография, замечательная. Ну, а в самом анонсе название коллектива выделено синим. Маловато группочка у них, надо как-то пополнять. Давайте. Кликая на эту ссылку, вы оказываете в них в сообществе, соответственно, пополняя ряды этих замечательных музыкантов, ну, поклонников этого коллектива. Можно, опять же, видеть все, что в этой студии происходит. Для этого нужно зайти на сайт своего радио, своерадио.fm. Там сверху вы увидите плеер. Это я Маргарите сообщаю. В плеере слева онлайн-аудио, справа онлайн-видео. Кликая на кнопочку онлайн-видео, вы тут же оказываетесь картинки. Планете Рунинский поклон, большая благодарность. Именно они нам предоставляют возможность сделать видеокартинку. Там же есть чат, в котором можно писать на сайте. Есть чат, группа ВКонтакте. Пишите смс. Ну, в общем, все, что нужно было, я сообщил. Теперь к группе. Ну, сказать, что это люди, такие пожившие, это ничего не сказать, это люди, которые сделали, по сути дела, огромный вклад в русскую, российскую, еще советскую музыку, потому что образовавшись, я так понимаю, в 81-м году, если я правильно помню, коллектив стал первым СКА-коллективом не только в Российской Федерации, но и в Советском Союзе, в принципе. Ведь вы же первыми начали вот это вот все бодягу-то. Ну, в городе Петербурге странные игры начали это дело, кажется, несколько раньше. Но мы не против. Чуточек раньше, да? Да. Но мне кажется, он немножко в другой стилистике все-таки работает. Ну, да. Странные игры, чуточку иначе. Чуточку иначе. Они странные. А вы понятные. Ну, такой понятный СКА. Новое время, все. Я вам не верю. Я заглянул в Большую советскую энциклопедию, а у вас там много чего написано. Это, кстати, всем тем, кто хотел бы поинтересоваться. В этом коллективе надо заметить музыканты Вабанка, Духовые от Гарика Ивановича Сукачева. В общем, ребята, надо сказать, с огромным и, я бы сказал, шикарным бэкграундом. Еще группа ПОГО. Группа ПОГО, да. Ну, об этом тоже можем поговорить отдельно. Первая песня, которую вы спели, называлась «Новое время». Совершенно верно. Это была она. Как же так-то? Угадал. Ну, просто она в анонсе. Она в анонсе сегодняшнего эфира, поэтому угадать было абсолютно несложно. Итак, много чего можно, наверное, сегодня обсуждать. Прежде всего, с вами мне было бы интересно поговорить как с отцами-основателями, что ли, да, в некотором смысле и музыкального жанра, и вообще, в принципе, музыки российской. Теми людьми, которые не стали идти путем, каким в 90-х пошли многие музыканты, типа русский рок и так далее. Вы играете музыку несколько иного содержания, музыку, которая радует и в которой много света, в которой много такого любопытного, за что хочется цепляться и смотреть на жизнь широко открытыми глазами, даже через очки. Неважно, социозащитные очки, они тоже помогают немножко спасаться от взглядов косых людей, ну, в смысле таких, которые бросают на тебя какие-то такие вызывающие взгляды. А душа все равно остается светлой. Вот это, собственно говоря, мне кажется, такой посыл группе «Кабинет». Давайте, наверное, еще споем, а потом более подробненько уже побеседуем о том, что, собственно говоря, происходит. Как называется следующая ваша речь? Она называется «Втроем». Интересно, о чем это? Погнали. Я пляшу на черном столе и напеваю парадом, и пока твоя шляпа пылит все в шкафу, я завидую твоему врагу. Я завидую всем, кому повезло не услышать голоса твоего. И мы теперь пляшем вдвоем и напеваем парадом, пьюри, парам, парам, пам. И мы теперь пляшем вдвоем и напеваем парадом, пьюри, парам, парам, пам. Только нам с тобой не хватает нот, потому что это не бег, а полет, перестань терзать мой чувствительный слух, там, где был один недостаточно путь. И мы теперь пляшем вдвоем и напеваем, О-оу, 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 и мы теперь пляшем вдвоем и напеваем. О-оу, 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 красный свет обжигает глаз, и крикитные постают экстаз. Под началом у мудрого игрока, протянувшего ноту издалека. О-оу, 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 о Оу, еее! Эй, эй! Эй, эй! Эй, 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 эй! Да, хорошо-то как! Слушайте, ну, если я правильно помню, опять же, все, что я могу помнить, я могу прочитать, потому что память ни черта не держит уже за столько лет. Филфак МГУ, правильно? Так точно. Так оно и было. И именно там зародился ваш, ну, тогда, я так понимаю, дуэт акустический, да? Как я понимаю. Да. Я вспоминаю это таким образом. Я прихожу однажды вечером домой, а Егор Никонор вставит мне запись, которую он сделал, новой песни, первой песни, его настоящей песни, которая была создана вместе с Мишей Парамоновым по кличке Корнет. Который проживает сейчас в городе Парижа. Это была песня, которую вы, наверное, скоро услышите. И эта песня заключала в себе все то, что следовало разрабатывать. Мне так понравилось, что я решил, что надо продолжать. А что такое все то, что следовало бы разрабатывать? А вы разберетесь. Хорошо, да, понятно. Это некий такой, какая интрига повисит пока что. Да, то есть появились некоторые мотивы, которые страшно порадовали. А вообще мы с Егоркой занимались тем, что распевали песни известных исполнителей по коридорам нашего общежития и в различных комнатах. А с 1984 года, наконец, появилось электричество как таковое. Электричество протянули в МГУ общежитие. Совершенно верно. К тому времени мы уже познакомились... Годы тяжелые были, это 80-е. Познакомились с Пашей Арапенковым, который играл на бас-гитаре, с Александром Маликовым, который бил в барабаны. И, наконец, наступило время электричества. Это было счастье. Ну, как называлась тогда группа-то? Она называлась, кабинет всегда. Вот так с тех пор и называлась. Потому что в 1986 году группа-то, в общем, как бы распалась, перестала существовать именно потому, что некто уехал в Берлин художеством заниматься. Нет, я тогда по распределению уехал в город Вильнюс родной. Заниматься отработкой того, чего нельзя было избежать. Поэтому коллектив официальный никогда не распускался. И поэтому он собрался в 2008 году заново, как будто... Как будто ничего никогда не распускался, но собрался таки заново. Если я где-то насвистел, то, может быть, ребята меня поправят. Илья, я так понимаю, что постоянное место жительства в ночи Берлин, да? Ну, уже 17 лет, я в основном живу там. А каким образом здесь сейчас, в Москве? Ну, для того, чтобы работать с группой кабинета, приезжаю сюда много раз в году. Мы упорно репетируем, записываем, по возможности выступаем. Это важная часть моего существования. И не надо так кричать, мы все поняли. Но я так понимаю, что завтра должен быть концерт, как я понимаю. И завтра у нас будет концерт в заведении под названием Pub Union Jack. Но именно тот из пяти, который находится на Петровке. Дом номер... Неважно. Двадцать три дробь десять строения пять. Он помнит все. Двадцать три дробь десять строения пять. Недалеко от Мархи. Ищите внимательно. Но в группе ВКонтакте есть информация об этом? В Фейсбуке есть. Где-то что-то есть, безусловно. Вот это где-то что-то меня, например, сильно не устраивает. Надо группу ВКонтакте вести. Очень полезная штука. Туда вы выписываете всю необходимую информацию. Народ это все смотрит и приходит к вам на концерт. Да, хозяин. Сегодня мы сделаем все возможное, чтобы реально это было завтра. Ну, как минимум, чтобы народ к вам пришел. Очень хотелось бы, чтобы вас увидели живьем. Они такие смешные, я вам скажу. Ну, я полночи вчера приглашал людей в личном чате. На сколько сил хватило? На сорок человек. Ну, уже ничего. Ну, уже ничего. Будем надеяться, что сегодня люди, которые с вами познакомятся, может быть, сегодня впервые, зайдут завтра тоже туда. И станет человек 42, 43, ну, хотя бы так, 45, может быть. Полтосик бы набрать. Вообще, конечно, удивительная история. Люди с таким бэкграундом, музыканты с таким классным звучанием и, собственно говоря, с таким веселым творчеством как-то совсем не заботятся о своем продвижении. Это, мне кажется, совершенно несправедливо. Абсолютно. Но об этом тоже можно будет поговорить несколько позже. Надо спеть. Еще что-нибудь. Что это будет? А вы знаете, это будет песня «Ну и что?» Та самая песня, с которой началась история нашего коллектива. С 81-го года начинаю. Совершенно верно. Обалдеть. Как всегда, живой звук в программе «Живые» здесь сегодня кабинеты. Поехали. Сказали, что я дубовый пень. Вот хожу и думаю целый день. Если я не пень, то зачем же так? Если же не так, все равно не так. А у меня на шее памяти и квадратные очки. Ну и что? Ну и что? А его никто не ругает днем. Новенький костюм завсегда на нем. Он слушает волну, не дает мне спать. И кого угодно может надоесть. А у него на шее галстучек и квадратные очки. Ну и что? Ну и что? Он идет в кино или на концерт. А у меня желания и денег нет. Не люблю я всю эту суету. А люблю кататься вверх на лифте. Все время нажимаю кнопки и катаюсь до утра. Лепота. 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 Сразу слышу филологов. Как здорово, когда люди знают язык. Да, всю эту суету. Я катаюсь на... Рифма-то другая, но на лифте изначально, я полагаю, все-таки было на лифту. Но другой микрофон. Другой микрофон. Вот, спасибо. Да, это было почти Крамолова, понимаете? Это и сейчас Крамолова, на мой взгляд. Я считаю, что люди, которые не знают языка, это люди, которые не любят свою отчизну. Я сейчас немножко пафосно прозвучал. Но когда люди локтем, бантом, тортом на лифту и так далее, я считаю, что это нормально и, в общем, в принципе, удобоваримо. По мне, так лучше бы уж как-то... Лучше бы не учились они вовсе в школе, тогда мне было бы так обидно. Ну ладно, это отдельная тема, тема образования. Хотя можно и об этом тоже поговорить. Со взрослыми людьми можно говорить о чем угодно. Вы же не молодые музыканты, которым интересно только себя продвигать. Вам же интересно и о серьезных вещах разговаривать, как я понимаю. Ну, например, Егор Никонов, свободное владение датским, заодно шведским, норвежским и немецким. Извините, я не шарю. Это языки такие. Я понимаю, о чем говорить. А вот Паша Рапенко. Свободный испанский, каталанский, французский, итальянский. Каталанский не свободный. Ты плохо учился, Паша. Это был семинар. Я могу взять свои слова обратно, но... Смысл. Все равно их все уже услышали. Кстати, сказать, Лексфа тут написала, что странные игры появились только в 82-м году. Так что вы, появившись в 81-м, стали родоначальниками этого жанра. И не открещивайтесь. Это действительно ваша... Это ваша, друзья мои, история. Ну, мы сильно извиняемся. Извините, да. Вольно. Иришка Северова пишет, о, я была на их концерте в немецком посольстве. Крутые. А когда это был концерт в немецком посольстве? Это было в прошлом году, в конце октября. 30-го октября, помню. Даже числа, помню. Да. Не надо же. Я так смотрю, ну, Саша вообще человек с хорошей памяти. Он тут напомнил мне число, когда мы с ним встречались. Это было 11 марта 2013 года. Это, кстати, мой день рождения. Поздравляю. На радио «Маяк». Тогда Саша приходил вместе с Александром Фельдоровичем Шклярским. Шклярским. Да, Шклярским. С Александром Фельдоровичем Скляром, да. И пели тогда песни в программе «Живые», но тогда программа немножко была иного, ну, скажем, качества. Сейчас мы добились гораздо более серьезного звучания. Кстати, надо сказать спасибо Сергею, нашему звукорежиссеру, Сергею Дебальскому, за тот звук, который вы слышали в эфире. Ура! 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 Ну, а вот что хочу зачитать. Вот самое интересное, когда читаешь людей творческих, ну, я имею в виду их произведения, их в любом случае даже пресс-релиз можно читать произведением. Это альбом, который они принесли сегодня в студию, называется «Альбом «Все странные вещи». Там есть блокнот, блокнот, пардон, буклет, ну, почти блокнот. Я так полагаю, что вот это чье творчество? Это серия, которая была сделана для иллюстрирования наших песен на одном мероприятии в 84-м году. Это делалось втроем. Рисовал я вместе с Никитой Алексеевым и Николой Овчинником, которые были инициаторами, да, вот этого проекта. Очень прикольно. Очень много иллюстраций к песням. Песни исполнялись, а картинки снимались с доски. Очень прикольно. Вот здесь есть информация, я не могу ее не зачитать, потому что, мне кажется, это исторически важный факт сам по себе. В 85-м году группа «Кабинет» провела экспериментальный концерт «Перформанс». Друзья мои, я сейчас напоминаю, это в 1985 год. Это прошлый век. Да, это был в 85-м год. Это прошлый век, пардоните. Это было в год, когда я ушел в армию. Это страшная древность какая, господи, прости. Так вот, вот в 85-м году именно этот коллектив провел экспериментальный концерт «Перформанс». Тогда, видимо, еще не понимаю, как это называется, на самом деле. Теперь-то мы знаем, что это «Перформанс». Значит, Никола Овчинников, Никита Алексеев и Китуб собрались вместе и в шесть рук нарисовали к песням иллюстрации. Это вот то, о чем было сказано. Во время концерта листы Ватбана, закрепленные на Мольберте, от песни к песне снимались с гвоздиков. Да, снимались с гвоздиков. И бросались на пол. Так кабинет вплотную соприкоснулся с загадочной миром современного искусства и заодно участвовал в создании одного из первых в стране видеоклипов. Опять-таки ошибка. Знаешь, какая? Сообщу. Первый видеоклип был снят еще... Это фильм «Волга-Волга», если помните. Вот это вот и есть первые советские видеоклипы. Потому что там все эти проходки музыкальные, они сняты в чистейшем виде, как современные видеоклипы. Но вы были, тогда так, вы были первыми в современную эпоху. Ну, вообще, я строго спрошу с автора этого фрагмента. А кто это писал-то? Это мы выясним после передачи. Ну, кстати, что касается расчески, это, я так понимаю, из тех самых пор, да? Все время расческа присутствует, на которой ты играешь. Да. Есть волосики, есть расческа. Беда есть листья. Нет, ну, мне кажется, тут уже переживать незачем. Эти волосики так и так останутся на голове. Это не тот случай. Ну, расческа не первая. Я покупаю их регулярно. Хорошо. Хорошо. Значит, есть чистая расческа. Замечательно. Владимир пишет, а как появилась идея использовать расческу? Были ли другие предметы в использовании их для выступлений? Ну, я больше ни на чем играть не умею, если даже считать то, что я освоил немножко расческу. Больше ничего. Козу еще пробовали. Козу, это расческа модифицированная. Классно звучит. Но звучит более погано, чем расческа. На самом деле, просто поскольку в те времена в духовой секции не было, и, кстати, и клавиш, собственно, не было, Илюш фактически имитировал сксофон. И большинство духовых партий, которые мы потом записывали, они, в общем, базировались на тех партиях расчески, которые он тогда исполнял. Ну, я понимаю, почему это было и зачем это было. Но сейчас-то есть прекрасная духовая секция, которая, в общем, справляется, а ты все равно играешь на расчески. А, духовая секция не отменяет мои расчески. Наталья Стенопиш, нет, это невозможно слушать с улыбкой до ушей, иду, и так хочется пританцовывать, приплясывать. Добрый всем вечер. Вот подтягивается аудитория еще потихонечку. После работы хорошо штырит то, что надо. Лучшая вредная привычка, хорошая музыка. Сергей Минеев написал. Давайте еще раз будем напоминать сегодня про ваш концерт, завтрашний. Напоминаем. Итак, концерт группы «Кабинет» состоится завтра в пабе «Юнион Джек», в одном из пяти, а именно в том, который находится на Петровке, 23 дробь 10, строение 5, недалеко от Мархи. 23 дробь 10, строение 5. Восемь часов вечера приходите, пожалуйста, приводите всех. Вот товарищ по имени Хуррикан, судя по всему, пишет, спасибо своему радио за открытие глаза о группе за, так сказать, наличие. Побегу знакомиться с творчеством после программы обязательно. Где можно познакомиться с вашим творчеством? С нашим творчеством познакомиться можно воочию. Это самое ценное дело. Кроме концертов-то. Я так понимаю, что вообще начальная вот эта эпоха, с 81 по 86 год, до того момента, когда группа не распалась, нет, просто отдыхала до 2006. Да, вот ничего записано не было. Никаких записей не производилось вообще. В этом промежутке нет. А сколько альбомов после того, как группа вспомнила о том, что она может еще и поиграть немножко? Ну, мы собрались в 2008 году для того, чтобы пощупать струны и вспомнить былое. Решено было записать первый диск, который вышел таки в 2013 году. Второй диск фактически записан, сейчас обрабатывается. А это? Это первый. Ах, так это первый? Это первый. Все странные вещи. Вот этот диск, это и есть первый диск? Это наш первый диск в жизни, да. Это правда, да. Сейчас чуть не вырвалось, но неэфирное слово, нифига себе. Второй записан. Нет, это эфирное слово, я хотел по-другому. Обрабатывается. А третий находится тоже в работе, состав его очевиден. Мы над ним трудимся. То есть вот так вот. Первый диск вы выпускали 20 лет с лишним. Как я понимаю... 30. 30 лет с лишним, обалдеть. А теперь решили как-то уже нагонять, да? Ну, второй, третий все-таки уже лучше. Хорошо. Уже меньше. Так надо, чтобы это все было зафиксировано. Жалко же терять-то все это. На самом деле... Вот на самом деле это жестоко. Когда классный коллектив и ничего не оставляет, вот я имею в виду, людям, которые хотели бы это слушать. На концерты понятно, но далеко не все живут в Москве. И далеко не все могут приехать на концерт. А вот так вот раз, и вот пластиночка есть. Понятно. Все странные вещи группы «Кабинет». Здесь 15 песен. Я не люблю называть треками, потому что это как-то звучит очень машинно. 15 песен, часть из которых мы сегодня услышим, да? Безусловно. Все вряд ли, конечно же. Все вряд ли. Не, не поместимся. Но часть какую-то мы отсюда сегодня услышим. Давайте дальше. Давайте дальше петь. Ну, давайте будем петь дальше. Чего это будет? Это будет песня о пункте общественного питания, скажем так, обтекаемо. Хорошо. Как всегда, живой звук в программе «Живые здесь», сегодня группа «Кабинет». Поехали. Если вы остались без луны, без копейки счастья и жены, то вам в кафе «Океан» отпустят. Если вы остались без халвы, без друзей и без абонемента, то вам в кафе «Океан» отпустят. А «Океан» шумит угрюмо, бурно плещется волна. По волне несется шкуна, флимустерская она. Хе-хей! Отпустят! Отпустят! Если вы остались без ботинок, без воды и в хлебе, без скотины, то вам в кафе «Океан» отпустят. «Океан» шумит угрюмо, бурно плещется волна. По волне несется шкуна, флимустерская она. «Океан» шумит угрюмо, бурно плещется волна. Если вы достанете гейкель или кант, или вас замучит дикий фабрикант, то вам в кафе «Океан» отпустят. Вход в кафе открыт еженедельно, заходи и власть будет беспредельно. И вам официант отпустят. «Океан» шумит угрюмо, бурно плещется волна. По волне несется шкуна, флимустерская она. «Океан» жумит угрюмо, бурно плещется волна. «Океан»… Субтитры делал DimaTorzok Короче, хочется обсудить Ну, в любом случае, или я художник Да, филолог, художник, музыкант Понятно, что Жизнь творческого человека, она весьма разнообразна Потому что приложения своих Творческих каких-то задатков, своих Способностей ищут разные Области, но что все-таки больше Художника, филолога Не знаю, может быть, переводчика даже Да, или музыканта Ну, в основном я как бы занимаюсь Рисованием, созданием Картин, рисунков, комиксов Но, с другой стороны, одновременно Приходится писать художественные Сочинения, стихи Как это называется на современном русском языке Но вы знаете Музыка группы Кабинет как-то радует меня Порой несколько больше, чем остальные Виды творчества И это радует Нет, ну, то есть, получается, что Вот вопрос сразу Музыка отдельно творчества А то обе стихи отдельно Кто пишет музыку тогда? Музыку мы пишем все вместе Так, а тексты? Тексты в основном ян Очень часто мы пишем все вместе И каждый из участников коллектива Приносит свои мелодии И иногда появляются Как бы авторские тексты Которые мы потом вместе полируем Причесываем Как бы надраиваем Но тексты очень разные Нет какой-то привязки Ну, условно говоря, к какой-то тематике Вот тебе и пиратская тематика, да Флебустиерская неожиданно Сквазанула Вот тебе и мир другой Совершенно новый мир для вас Причем никаких других слов нет Этого достаточно В принципе, это легкая такая стадия ошизения От того, что вокруг происходит А как это выразить словами? В общем, трудно И песня сама по себе говорит за себя Блестяще Что такое творчество тогда в принципе? Да нам все равно, о чем писать И какую музыку играть Мы как бы стараемся делать это с удовольствием Я так думаю А если есть удовольствие То тогда можно и протащиться Вот именно Ну, тащатся очень многие уже Я смотрю, народ так начал откликаться Такие любопытные сообщения сейчас пишут Весело, бодро, задорно Эх, не стареют душой ветераны Пишет Лекса Как приятно осознавать, что группа Несмотря на возраст Сейчас речь о группе Не о вашем, друзья мои, возрасте Сохранила тот самый юношеский задор Отличная музыка, веселые музыканты Для отличного настроения Само то Пишет Александр Масиенко А в каком городе живет Илья И тоже иногда Я тоже иногда летаю в Германию Особенно в город Гамбург, Мюнхен Болельщик Баварии Пишет товарищ Эрмейн У нас команда Херта в Берлине Она не очень хорошо играет Но команда Херта 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 В принципе команда назвалась Очень правильная, я полагаю Как команду назовете Так она и поплывет В игре наблюдаются недостатки Хотя бы честно Какая команда? Та Херта В принципе Очень честный подход У нас Смотри, ЦСКА Спарта Вчера ЦСКА просто, мне кажется Ну, короче Плохо очень все у них Плохо с такой игрой в Европе делать К сожалению, нечего Ну, может, в следующий раз получится Мы же всегда так думаем Ну, а Херта ни на что не надеется В принципе Да и слава богу По крайней мере, как минимум Никого не обманывай Все очень по-честному Все по чесноку Как говорят у нас нынче Так Значит Странно только Столько лет коллектива Ничего не было слышно О них ранее Константин Паук пишет Вот сейчас, мне кажется Очень важный момент Как случился ва-банк? Каким образом? Рассказывайте Егор знает Ну, да Ну, мы же Туда в микро Да, да, да Мы же все Закончили университет И, естественно Нас распределили в разные места Вот Илюшу распределили в Вильнюс И кабинет, как и таковой Просто не было Реально А тут было предложение А Скляра Создать Фактически Мы были Участвовали при создании Вместе с барабанщиком Из кабинета Александром Маликовым И так 10 лет мы с ним поиграли 14 Да, вот так 14 14 лет получается 14 Ну, а Саш тоже играл Я играл И играл, и играет, да А Андрей? Тоже играет Тоже играет Нет, ну обманка-то нет Есть только проект Скляра Ну, не важно Ну, в любом случае Проект Скляра Это, по сути дела Не продолжение Но легкое такое Перетекание Одного в другую Ну, в общем Ва-банк случился Вот теперь параллельная история Получается Будем надеяться, что Чего ты хотел сказать сейчас? Да нет, я, собственно говоря Хотел напомнить о себе Что я был приглашен Чуть-чуть В общем, я здесь играю Мы тебя любим Андрюш В общем, мне уже добавить просто нечего Спасибо Это была сольная партия Это Андрей Белизов Барабанщик коллектива Кабинет Давайте петь, ребят Что это будет? Никаких проблем Как называется следующая песня? Произведение называется Никаких проблем Собственно Как всегда, живой звук Программа живая Мне дают попить Я никогда не пью Я лакаю, как кот Иначе не люблю Мне дают еду Но я ее не ем Ведь я не ем А жру И никаких проблем Если стану я Когда-нибудь другим Я тогда попью И я тогда поем Ну а пока что я лакаю И жадно жру Мне хорошо И вовсе никаких проблем Ложки, чашки И тарелки Я не робот И не белка Не бацилла Не микроба Просто человек Особый И никаких проблем Основной инстинкт Не присущ мне, нет Разношаюсь почкованием Я много лет Да и зачем он мне Базовый инстинкт В интернете я нашел Специальный линк Бочки, бочки И листочки Это все еще цветочки Протопи пожарче печку И еще наступит ночка И никаких проблем И никаких проблем И никаких проблем ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Редактор субтитров А.Семкин 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 Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Редактор субтитров А.Семкин Редактор субтитров А.Семкин Редактор субтитров А.Семкин Почувствовал себя хорошо и уютно, да. Мне не помогает даже медовая водичка. Хреплю, но ничего, это пройдет уже. Мне тоже не помогает, но это прихоть. А, да, команда Херта. Ну, тоже, в общем, мне к нам в смысле прихоть. 46-47 это короткий номер для СМС. Квашка, сначала пишите свои, пробельчик делаете, а дальше уже все, что хотели бы адресовать коллективу. Сегодня группа Каменец здесь. На всякий случай вам напоминаю. Я, значит, танцую на станции Коломенская. Он пьян, думаю, а мне кайф. Денис Шишлов пишет. Люди пританцовывают, слушая сегодняшний эфир, даже несмотря на то, что вокруг другое находится какое-то человечество, а им плевать. Хорошо. Привет, привет Денису. Если приплясывает, значит, мы правильно шагаем. Правильно. Абсолютно правильно. Слава тебе, Господи. Абсолютно правильно. Ждите, пожалуйста, негативные комментарии есть. Негативные? Ну, вы потом сами прочитаете, ребятки. Все, пока нету. Не, ну, есть люди, которые говорят, что это не их стилистика музыкальная, поэтому они пошли заниматься своими делами. Но это нормально. Нормально. Слава. Нормально. Я всегда говорю, что у каждого человека свои есть вкус, свои преференции, у каждого человека есть свои взгляды. И чем отличается, собственно, свое радио от всех остальных радиостанций, в ротации с радиостанцией с названием свое радио, никогда не будет попсы голимой, ну, или блатного шансона, скажем. Да, все остальное не имеет значения. Ска, панк, рок, хэви-метал, хард-рок. Главное, чтобы это цеплялось, чтобы это было по-настоящему хорошо, красиво, и чтобы это было сыграно с душой и по совести. Вот, собственно, сегодня еще один представитель, хотел сказать, прошлого, настоящего, реального, настоящего группы Кабинета. Кстати, когда мы говорим о прошлом, имея в виду, там, год за рождение, 81-й год, потом в 86-м случились какие-то, ну, свои дела, потом группа Вабанг, теперь параллельно, там, то Вабанг, то Кабинет, то Частич, ну, и так далее. Вся вот эта каша, музыкальная каша, она ведь выматывает в некотором смысле, потому что, я уверен, любой творческий человек какие-то свои задумки, какие-то свои идеи так и так должен реализовывать. Вот, и сейчас, Илья, живешь в Берлине, да, играешь в Херте, ну, или, там, болеешь за Херте. Я в запасной. В запасной, да. И даже не играет. Ну, и хорошо, в принципе, зачем, действительно, лишнее. Занимаешься художеством? Если иметь в виду, ну, скажем, такую официальную информацию, а тебе пишут художник-музыкант, потом вторым слоем, что называется, вторым местом. Как живет художник в Берлине сегодня, русский художник? Ну, если не немецкий художник, давай так. Да живут все, как живут, с хлеба на воду перебиваются, и тот, кто не спился и не скололся, того можно уважать. Вот я так считаю. Вот так. Я держусь даже так. Я держусь даже так. Колодцы не люблю, потому что не люблю. А пить в меру, по праздникам, медовую водичку. Медовую водичку. Саш, чего встал так? Микрофону хотел? Да, я тут вспомнил, что мы когда ехали сюда на эфир, я почему-то мне привиделось, знаешь, такое дежавю такое вроде бы, что я выйду к этому микрофону и скажу, что в эфире научно-фантастическая группа «Кабинет». Второй такой точно не было и не будет, потому что мы вообще-то дедушки. Да ладно, дедушки? Да, мы дедушки. Я влажный дед. Да и что? И нам очень подходит кино «Старики-разбойники», вот ты помнишь, да? Слушай, ну вот все эти дедушки, ты комплиментов хочешь? Да, хочу. Нифига вы не похожи на дедов-то. Ну что вы. Ты шестьдесят четвертого года, по-моему. Илюш, да, ты шестьдесят первого. Шестьдесят четвертого, шестьдесят третьего, насколько я понял. Я шестьдесят седьмого. Я себя вообще не хочу к этой категории даже близко подпускать. Дедушки. Ты еще не дорос. А, ну еще года два-три, да, и тогда. Ну, Александр Белоносов всегда немножко жеманничает, но ведь он может себе позволить. Похлопаем Александру Белоносову. Браво! Дедушки. Все зависит от того, на самом деле, как ты внутренне себя, мир ощущаешь. А эти дедушки, условно говоря, жгут не по-детски. Рядом молодым... Кто-то, кто-то... А, секундочку. Кто-то тут замечательное сообщение написал. Про немножечко оно... Ну, я постараюсь мягко его прочитать. Потому что не хотелось бы обижать прекрасных музыкантов, тоже хороших и звучащих, кстати сказать, у нас. Всегда думал, что относительно приличный ска в России это детский элизиум или пьяный дистемпер. Ну, начнем с того, что элизиум не совсем детский, а дистемпер, в общем, ребятки-то там и не пьют вовсе. Да. Совершенно. Но это стилистика, видимо, человек определяет. И вот тут кабинет. Отцы-основатели. Спасибо своему радио за открытие глаз. О группе за, так сказать, наличие. Вот какая интересная история. Вдруг неожиданно сегодня кто-то выясняет для себя, что есть такая группа кабинет. И что она уже много лет существует. И что эта группа, в общем, появилась раньше многих других, кого знают, несправедливо. Поэтому сегодня это несправедливость надо как-то устранять. Давайте будем еще петь. Я хотел бы, чтобы ваша музыка проникала в кости, в жилы, в кровь, в кожу слушающих сегодняшний эфир. Как будет называться следующая песня? Ну, это, видимо, будет «Галимая попса». По просьбе аудитории песня о том, кто, откуда и куда. Нет, нет, водопроводчик. А давайте действительно споем про ЖКХ. Музыка. 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 Наберу я телефончик И придет ко мне Самый главный водопроводчик С сумкой на ремне Ай-яй-яй-яй Ай-яй-яй-яй Мой приемник явно барахлит Ай-яй-яй-яй На коротких матерно хрипит Ай-яй-яй-яй Наберу я телефончик И придет ко мне Самый главный водопроводчик С сумкой на ремне Ай-яй-яй-яй Ай-яй-яй-яй Бабау 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 Не могу пойти я На бега Ай-яй-яй-яй Отвалилась правая нога Ай-яй-яй-яй Наберу я знакомый номер Не придет ко мне У соседей Кто-то помер С сумкой на ремне Ай-яй-яй-яй-яй Ай-яй-яй-яй Бабау Бабау Легкой смерти тебе, мой друг Помните, да? Прежде чем мы пошли в эфир Звучала песня от Хельги Легкой смерти, мой друг И ребятки так переглянуть Что-то у нас какая-то музыка Несерьезная рядом А тут вот у них Ведопроводчик, пожалуй С сумочки-то помер Все же А так вот Надо на самом деле Чувствовать свои Вот внутренним Вы не понимаете Какую музыку Она веселая вроде бы Но настолько пропитана Реалиями ЖКХ вот, например Это же реалия жизни Без этого никак Как, кстати, в Берлине С ЖКХ Так же, как и у нас Тоже есть Это понятно Как дела обстоят Я знаю, что У меня приятель Как-то писал Для того, чтобы дерево В своем собственном двору Ну, двор во дворе у себя Чтобы дерево спилить Он должен был подписать Что-то не 8 бумажек Каких-то разрешающих Ему спилить это дерево С деревьями вообще Очень сложно Лучше не трогать Но унитаз засоряется Крайне редко Ну, а если засорился То приходит все-таки Человек с сумкой 90 евро стоит Такое удовольствие А, то есть Ну, понятно Надо гореть аккуратно Значит Это капитализм Звериный оскал А нам говорят У нас все плохо Вы знаете, как-то Мне думается У нас можно дешевле Отстреляться Значит В те же годы Пишет Лекса Была еще одна группа Кабинет В Свердловске Ну, Екатеринбурге Знаете вы о таких ребятах? Это позже было Эта группа появилась В 85-м Действительно То есть Когда вы потихоньку Уже начали уходить Отдыхать от кабинета Ну, мы как раз Вспыхивали Яркой звездой А они тоже решили Расцвести цветком Чего играли-то? Чего играли-то? Ну, они другую музыку Какую-то играют Про собак Какой? Пантыкинский Ах, это Пантыкинский Кашурфен Джоус Ну, как бы связано Так, давайте тогда Скажем об этом Скорее всего Вот я теперь Я теперь понимаю На самом деле У меня в голове вертелось Кабинет-кабинет-кабинет Скорее всего Действительно Урфен Джоус Это же была Притеча Урфен Джоуса В таком случае Ну, там В Екатеринбурге Параллельно Урфен Джоус Собственно, раньше Урфен Джоус был раньше Потом была группа Трек А потом С этими же людьми Потом кабинет То есть Проектов было масса Это очень талантливые люди Ну, ничего же Что вы тоже кабинет Правильно? Да нет Ну, как бы Ничего, что они Тоже кабинет Они могут появиться Ничего, да Ничего, что они Тоже кабинет Ну, что У Ирины Аллегровой Тоже группа Сопровождение Называлась кабинет Ну, ничего Вам надо просто Какой-то начислительный Кабинет номер два А был еще кабинет Номер 274 Из какого-то Южно-российского города Ну, вот и все Так что нас уже четыре Денис пишет Советская реги С налетом романтичного блюза Приправленной запретным джазом Вас не гоняли тогда За эту музыку? Да нет Все только сбегались слушать Я вот так вам скажу Ну, мало ли А то очень многие музыканты Ну, те, которые Начинали играть в те годы Говорят, как было трудно Нашу музыку запрещали Нам не давали выступать Нам не давали играть Ну, знаете, на одно мероприятие Пришел такой небольшой Серенький человечек И поинтересовался Не овальный ли вы Случайный кабинет? Мы говорим Нет, мы просто кабинет Точно не овальный? Мы говорим Ну, точно Вот мы такие И он ушел Так что вот мы Не овальный кабинет Творческий был человечек серенький Кстати, сколько По продолжительности песни Которые мы Вот этот час закроем сейчас Длинная? Ну, не очень Ну, это одна из самых Приятных песен Хорошо, давайте петь Я спросил про время А он уводит меня В свои собственные ощущения Откуда ты пришла? Так, как называется? О том, кто Откуда Куда приходит Да, я сообщу о том Что мы эту песню услышим Потом прервемся Ненадолго На паузу После чего вернемся В студию обратно Вот и час пролетел Как-то незаметно Погнали Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Я знаком с тобой давно Но это трудно Без тебя мне мудрено Ну а с тобой паскудно А на двоих у нас с тобой Четыре уха И их настроим мы с тобой Для суперслуха А мы с тобой как два CD В одной коробке Сиди спокойно, не трынди Я жму на кнопки Играет музыка в ушах Звучат мотивы Ты так прекрасна, да-да-да И я красивый И я красивый И я красивый Откуда ты пришла? Туда ты и ушла Замолкли звуки Умру от скуки Умру от скуки Я Замолкли звуки Замолкли звуки Откуда ты пришла? Туда ты и ушла Замолкли звуки Умру от скуки Откуда ты пришла? Туда ты и ушла Замолкли звуки Замолкли звуки Умру от скуки Умру от скуки Замолкли звуки Четыре уха И я красивый И я красивый Шуби-дуби-дуб-адей Шуби-дуб-адей Шуби-дуб-адей Хоп-хоп 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 Это группа с огромной историей, как мы уже говорили. В общем, начальники СКА в Советском еще Союзе и настоящего СКА. Не СКА-панка, которая нынче сильно моден, а вот именно того стиля, который называется СКА-музыкой. Пауза была у нас долгая, поэтому очень хотелось бы начать этот час сразу с песни. Что это будет? Это будет песня об одной женской особи, и от нее все потом будет развиваться. Окей. Как всегда, живой звук. В программе «Живые». Кабинет здесь. Эй, гражданка, вы что красной шляпой ловите такси? Эй, гражданка, эта улица давно уже закрыта. Так вот, да. Эй, гражданка, эта улица в лесах уже с июля. Банки с краской штабы ряблит из бетона. Да, строительный знаком. Эй, гражданка, это улица в лесах уже с июля. Банки с краской штабы ряблит из бетона. Эй, собаки, вы что прячетесь на стойках от дождя? Эй, собаки, вам давно пора отсюда бы убраться. Так вот. Это улица в лесах уже с июля. Банки с краской штабы ряблит из бетона. Да, строительный закон. Банки с краской штабы ряблит из бетона. Да, строительный закон. Банки с краской штабы ряблит из бетона. Банки с краской штабы ряблит из бетона. Ну, и время снять леса. Пора и нам открыть дорогу. Да, да. Несомненно. Это улица. Это улица. Это улица. Это улица в лесах уже с июля. Да. Строительный закон Тут же я вспомнил песню группы Колевала Доху я купила, ну в смысле немного, а шубу Очень хороший текст С интересными, очень любопытными Такими подтекстами Мне действительно близко то, что вы делаете, братцы Потому что это по-настоящему талантливо и по-настоящему креативно Или как Творческие нынче модные всякие разные Английские словечки, творческие очень Чтоб не сглазить Это был тост, я так понимаю Константин пишет, а как все-таки клавишник-то Классно шпилит, я хочу сказать, что Александр Белоносов Вообще один из лучших, по-моему, не слышит Вообще один из лучших клавишников в стране Поэтому шпилит он за меня Хвалит тебя Зачем? Не знаю, просто так Человек просто не знал, что нельзя хвалить А можно я тебя тоже похвалю? Нет А ты лучший музыкальный радиоведущий в этой стране Спасибо, но это сказал не я, а Константин Твердый Я просто поддержал его мысли Я просто поддержал Ребятки, вот что интересно Хотелось бы мне немножко действительно сейчас привлечь Людей, которые мало сегодня почему-то общаются Во-первых, вопрос задам сразу, а потом попрошу Павла поговорить со мной немножко Ладно? Как вам удалось духовую секцию у Гарика оторвать? Мы не отнимали у Гарика того, что принадлежит ему по праву Продолжать мне бы просто не хотелось Почему, собственно говоря? Почему? Ну просто мне правда интересно Это же ведь такая история непростая Серьезный коллектив, серьезные музыканты Которые с вами несерьезными вдруг играют Ну, мы счастливы, что встреча произошла И что мы можем работать совместно В те счастливые минуты, которые нам для этого выпадают Вот так Ладно, дипломат СМС-портал читаю Мария пишет Слушаем в Тюрихе, балдеем Когда международное турне? Пусть зовут! Пусть зовут, говорят В толпе Раз уж такая пьянка пошла Раз уж люди так начали вдруг предъявлять себя, откуда слушают Давно мы этого не делали Но для групп кабинета я решил, что нужно бы, наверное, перекличку устроить У нас эта мода была Потом мы не отказались Потому что слишком много на это время тратили Но пока мы вот болтаем сейчас, друзья мои Обращусь к аудитории Пока мы сейчас разговариваем Потом звучит следующая песня В этот промежуток времени Пожалуйста, уложитесь Напишите, каждый из вас Откуда, из какого города вы слушаете эфир Я думаю, что музыкантам было бы любопытно Какая у них география сегодняшнего концерта Я уверяю вас, эта география международная, очень серьезная Большая Интернет позволяет достигать невероятных расстояний На самом деле ФМ такого не позволяет Хочу Да, Паш, можно к микрофону? Все-таки, да Очень важный момент Мы обсуждали его в паузе На предмет того, как, собственно говоря, сложилась история кабинета Ведь вы реально играете настоящий СКА Не СКА-панк тот, который принято сейчас считать СКА Там как-то все больше панка А СКА исключительно по ходам музыкальным Но вы-то играете такой британский СКА Ну, во-первых, в то время, когда мы начинали играть СКА-панка, собственно, не было Он возник где-то через 10 лет А в то время, собственно, единственный вариант, который существовал Это вот была именно британская волна То есть британская СКА или СКА второй волны его называют Ну, менеджер спешил и так далее Это, естественно, то, что мы слушали И то, что нам нравилось А кроме того, здесь нужно не забывать Почему, может быть, так все легло удачно Помимо этого чисто музыкальных пристрастий При том, что мы все, кстати, играли абсолютно разные вещи То есть Егор, в общем-то, был Все-таки у него какая-то была более блюзовая основа У Сашки Маликова он больше был такой рокобильный человек Я тоже, в общем-то, совершенно другую музыку играл до этого Где, что интересно Такой, такой? Ну, такой полуджаз Я был в Студенческом театре МГУ, кстати, до Кортнева Классное местечко Там много всего То есть музыку спектаклями делали и так далее Здесь интересный такой момент Не только в СКА, но вообще в Нью-Эйве того времени Ведь был очень важен образ антигероя Вот такого непонятного такого существа И у нас здесь Илюша гениально, конечно, со своими особенно текстами Он как-то так лег на этот образ И фактически ведь то, что в дальнейшем, так сказать, вся эта традиция Которая пошла, вот то же самое Манго-Манго Компот и так далее Но я не могу сказать, что это, да, вот корни именно там лежат Но это вообще такая московская традиция Большей степени вот такие вот тексты какие-то такие Такие вот этакие Правой рукой левая ухода Ну, не совсем У кого-то просто удачнее У Степанцова, там, понятно, там, манеризм У него, может быть, слишком, так сказать, наворочено У Илюши, у него всегда был минималистский подход такой Кстати, вот зачел бы Зачел бы А, кстати, пару стихов-то, да Сейчас почитаем стихи обязательно А, стихов, ну, если короткие А, они у тебя все короткие? Разные Гуляя по Москве весной Я как-то встретился с тобой Тебя мне хочется забыть Но больше хочется убить О, как Волосатыми ногами Ну да, ну, можно так Я более романтическую версию запомнил Так чья эта любовь ушла В таком случае Это из произведения Это же ни о чем Это так Это когда Омбасыми ногами Я понимаю, что может Но волосатыми По-моему, и Другая как-то Текст переделал Я подниму тексты Ну и проверим Надо По первоисточникам Надо проверить А есть что-нибудь еще, что можно было прочитать сейчас? Ой, этих стихов так много Ну, могу прочесть один Про Пушкина Да нет, могу вам прочесть целую поэму Она называется «В нашем городе» Поэму не надо, Илюша Она маленькая Это микропоэзия Она маленькая В нашем городе Давай, давай В нашем городе хорошо Очень много хороших людей Много ездит машин Пежо В магазинах навалом вещей Есть немалые БМВ На проспектах и во дворах У людей в достатке лаве За пазухой в карманах на счетах Завались у нас разных домов Хоть в два, хоть в девять, хоть в сто этажей Каждый житель лично готов Провести экскурсию для залетных гостей Фольксвагенов в городе тоже полно А еще у нас есть река Вечером можно сходить в кино Кинотеатры открыты пока Автобусы наши Мерседес Три двери и место для трех колясок Прямо за городом есть лес С киосками и эстрадой для плясок Наш бургомистер толст Он гигант Рядом с ратушей пожарная рота У каждого дома пожарный гидрант Пожарные машины фирмы Тойота Начальник полиции коротыш Начальник агентов еще короче По бульварам и улицам днем и ночью Грохоча ботинками, между прочим Носится безумная городская мышь А еще у нас есть паскудный душной кот Он стучит на всех начальнику агентов Начальник полиции взяток не берет Бургомистер и вовсе идиот Как сообщила новостная лента В нашем городе много различных районов В одном живут звери, в другом собаки Много на улицах дубов и платанов Есть прокаженные и калеки Колбасная фабрика тоже есть И целых три завода с сосисок А еще дошла до нас странная весть Ладно, сейчас не будем об этом В нашем городе кто богатей Тот выбирает машину лянча А если кто-то чуток победней Тот предпочитает машину дачи С высоких поросших зеленью холмов Что обступили город плотненько По вечерам сползает прохлада Чтобы не было, как днем, жарко и потненько Домов у нас много Но они стоят в кривь и в кось Хватает еще у нас недостатков На татура окурок брось Менты отобьют почки и решат предатков А еще у нас имеется городской цирк В нем каждый день идут представления Жители разных поколений Любят посещать наш цирк А бандитов у нас почти что нет Они уже все практически сидят А еще дошла до нас странная весть О, посмотрите, форт Пассат На нем катается наш зубной врач А вот прокурор Казаля катит на Вольво На дачах народ возвращается с окрестных дач И на Хюндай начальник гарнизона Генерал-лейтенант Кольбе Снабжение у нас превосходное Из людей выходит то моча, то говно А синизация в городе всенародная Говновозы фирмы Рено У нас есть целый выводок талантливых певцов Они как затянут песню народную Так каждый житель подхватить готов Хоровое искусство у нас превосходное А еще дошла до нас странная весть Она отличается от всех прочих вестей Я готов был бы вслух вам ее зачесть Ладно, завтра узнаете в ленте новостей Я так полагаю, что написанная эта поэма была в тот нелегкий момент В те нелегкие минуты, когда выбирал себе машину Это было лет 15 назначено Да, уж больно много перечислений марок И вот как-то так выбор, наверное, был какой-то А я не умею кататься, поэтому я очень люблю машины Замечательно, давайте петь Что это будет? Это будет песня вот об этом Об этом это что? Потолок! Ага, понятно Погнали Можно прыгать с любой высоты И срывать удовольствие цветы Только важно усвоить важнейший урок Будь министр, ты будь хулиган Наполняй же полнее стакан Только в этом и деле, конечно, друг мой Узнай и успой Свой потолок 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 Можно жить так же мудро, как ты Не боясь никакой высоты Только важно усвоить последний урок Отложи же трубу барабан И наполни полнее стакан Только в этом и деле, конечно, друг мой Узнай и успой Свой потолок Потолок Ох-ох-ох Потолок Субтитры сделал DimaTorzok 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 ДimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДimaTorzok 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 Или Молдавия, как раньше называли Молдова, Сыктывкар Город, с которым я тоже очень долго дружить Пытался название выговаривать Ульяновск, Алчевск, Алмата Это Казахстан, Алматы теперь Калининград, Щучья Курганской области Пестова, Азбест Свердловская, Челябинск, Краснодар Нижний Новгород Экзетер Великобритании Если не Франция, то скорее Экзетер Самара Богородск, Нижнегородская область Могилев, Беларусь, Алтайский край Барнаул, но могу дальше География широкая, реально широкая И сегодня я очень бы хотел Верить в то, что Вы стали Вот прям сразу, за полтора часа Которые мы уже в эфире, стали любимцами Для очень многих в России Не только в России, Беларуси, Украине И очень бы хотелось, чтобы на ваши концерты Когда, кстати, концерты? Где? Но давно, я не помню Где концерты, когда концерты? Следующий концерт группы Кабинет состоится завтра В баре Юнион Джек В одном из пяти А именно в том, который находится на Петровке Дом 23, дробь 10 Строение 5 Восемь вечера Всех просим А всем городам и весям, которые пришли к нам Сквозь эфир Нижайший поклон Лбом А, кстати, что касается концерта Вход платный, платный, бесплатный Сколько там это все Я даже не знаю, если честно Вход свободный Вход свободный То есть люди спрашивали Там очень маленький клуб Поэтому там Настолько ребята готовы дарить вам все свое творчество Что даже Приехать из Берлина Вроде бы как, да? Вот так вот на халяву пустить к себе на концерт И уехать ни с чем Имея в виду финансовую составляющую Это дорогого стоит Люди безумно творческие Так Бывают такие концерты На которые нужно копить Как сказал Клай Браво Давайте дальше Про города как называется-то? Небо над Берлином Как ни странно Как всегда живой звук В программе живые Здесь сегодня кабинет Поехали Поехали За окном летит дорога Кривоватая немного Постовые с боком строка Не свистят и не поют Мой корвет несется птицей Перелетной за границей Не могу остановиться Мне посадки не дают Небо над Берлином Пахнет керосином Я тебя не знаю Мимо пролетаю Если дома плачут дети Алкоголь за всём ответит Он за всём, за всём ответит Даже если нет детей Пять минут полёт нормальный Перевозчик орбитальный Где пластмассовый стаканчик К навигатору Привет! Небо над Мадридом Поражает видом Двигатель могучий Расгоняет тучи Небо над Берлином Небо над Берлином Небо над Берлином Пахнет керосином Небеса всё ближе Встретимся в Париже Небо над Берлином Небо над Берлином Встретимся в Париже 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 что-нибудь еще сыграть, а потом уже будем разговаривать, так как можем не попасть. А еще хотелось бы как минимум три ваших произведения услышать сегодня. Сделаем. Но прежде чем я попрошу вас петь следующую песню, прочитаю ответочку. Целуем ваши сладкие морды в ответ. Мы следим за вами. Все те же из того же Ростова. Это старая дружба. Мужская дружба. Нет, у нас смешанный коллектив. А, там, там, а, все, извини. Ну тогда тем более. Давайте как? Дальше что с следующим-то будет номером? Близнецы. Близнецы? Давайте, пускай. Кабинет здесь? Сегодня. Как всегда, живой звук в программе живые. Так, Андрей. Готов? Поехали? Погнали. Поехали. 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 Мы родились вдвоём у мамы, два близнеца Антон и Кнут Я был забыт шкафу у ванной, и я не помню, как меня зовут Для вещего успокоения парнишку унесли домой Меня забыли при рождении, я видно, вышел не такой А я не знаю ничего, и я не помню, как меня зовут А я не знаю ничего, и я не помню, как меня зовут Я рос один и стал огромным, и стал директором кино И если брат туда пришёл бы, я не пустил бы всё равно Мы все учились понемногу, и где-нибудь, и как-нибудь Я потерял вторую ногу, и я едва могу вздохнуть А я не знаю ничего, и я не помню, как меня зовут А я не знаю ничего, и я не помню, как меня зовут А я не знаю ничего, и я не знаю ничего, и я не знаю ничего, и я не помню, как меня зовут Мы родились вдвоём у мамы, два близнеца, Антон и Кнут Я был забыли в шкафу у ванной, и я не помню, как меня зовут Не помню деда золотого, не помню папки и отца Зато в шкафу я вижу снова родного брата-близнеца А я не знаю ничего, и я не помню, как меня зовут А я не знаю ничего, и я не помню, как меня зовут А я не знаю ничего, и я не помню, как меня зовут А я не знаю ничего, и я не помню, как меня зовут А я не знаю ничего, и я не знаю ничего, и я не помню, как меня зовут А я не знаю ничего, и я не помню, как меня зовут Вашего творчества, потом можете это себе переписать на какой-нибудь новый альбом записать Поступила только что от лекции Жёванный крот Группа чуть моложе меня по возрасту, а я скачу, как подросток перед монитором Спасибо вам огромное Не тебе, кротик! Кстати, тут народ еще продолжает писать, откуда они слушают эфир, тут и Гамбург мелькнул, тут и Бремен появился, люди пишут, Израиль, ну в общем широкая очень география, правда, и Челябинск, ну и так далее. Мне очень нравится, что вас сегодня слушают и получают знания новые для себя. Я вообще считаю, что радио давным-давно забыло о своей основной функции, о своей функции просвещения. Как-то все больше заработки, заработки, заработки волнуют владельцев. А я вот такой вот, жёванный крот, странный владелец. Хотелось бы, чтобы люди получали все больше знаний для себя и открытий каких-то. Дай бог, рано или поздно это начнет приносить какую-то материальную выгоду, но в том плане, что хотя бы людям заработать. Кстати сказать, сообщу, этого не знает, по-моему, никто из аудитории даже. В команде на сегодняшний день порядка 20 человек работает. Это и программы авторские, которые выходят в эфире, это и дневные ведущие, это и звукорежиссеры. И все работают бесплатно, все работают за идею. У каждого есть там какие-то свои дела, но сюда приходят исключительно потому, что им близко то, что мы делаем. Конечно, хотелось бы как-то вознаграждать их творчество, их работу, но пока станция молодая, интернет-станция. Знаете, как это бывает? Люди же привыкли к стереотипам каким-то. Мол, ФМ, ФМ. Какой ФМ? Люди сегодня по всему миру слушают станцию. А была бы она в ФМе только в Москве. А так весь мир может совершенно спокойно охватывать своим эфиром любая интернет-станция. Вот когда это поймут рекламодатели, может стать поздно, потому что Норвегия в 17-м году вообще отказывается от ФМа. Незачем. Сейчас немцы начнут выпускать машины, в которых уже будут встроены симочки и возможность принимать цифровой сигнал. Так что те рекламодатели, это я так сейчас с намеком, кто раньше других подхватит эту волну, они будут в большей выгоде. А те, кто так и живут в старом, в прошлом, те будут слушать наше радио. А у нас свое. Да здравствует цифровые технологии, самые передовые технологии в мире. Ура! Спасибо большое. Спасибо за промо, за пиар. Спасибо тебе большое. Сегодня, ну, просто потрясающий вечер. Получаю реально огромное удовольствие от вас, от общения с вами. Тут, не знаю, кому-то что-то вдруг показалось, что Андрея Бизова мы мало показываем. Существует мало. Его там, типа, да, он вообще живет в своей собственной кухне, у него своя собственная там атмосфера. Давай мы с тобой потолкуем. Возьми микрофончик. Давай, давай. Да, человек активный. Ну, давай, ну, не знаю, давай про любовь поговорим. Ну, ты знаешь, любовь для меня на самом деле каким-то образом становится все более и более роковым. Почему? Ну, вот как-то получилось так, что у кого-то внуки, вот, например, у Егора два, а у меня десять месяцев назад ребеночек родился. Так это же клево, давайте. Ура! Ура! Передаю пользу случаем, передаю привет своей жене Ире. Ну, а ты меня порадовал от нее смс-кой. Расскажи сам об этой смс-ке. Да, 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 да. Ну, смс-очка вышла, ну, покурить, как бы, да, вот, а вернулся, было написано. Ты сам, ты где-то, чего не отвечаешь-то? Человек работает, играет, а супруга переживает. Чего ты трубку-то не берешь? Я в первом делу сразу сказал, Маргарита, я на работе. Видишь, его показывают, а меня нет, мало ли. Пока и показывают. Показывают тебе, не переживай, показывают. Просто, сейчас я никого не хочу, ни в коем случае. Ну, как бы, был бы ты повыше, может быть? Да, я... Понимаешь, да? Ты немножко прячешься за тарелками, и тебя действительно не очень хорошо видно. Ну, я сижу просто. Ты себя, да. А так я высокий, конечно. Высокий, стройный. Да, один с голубыми глазами. Стоя играть неудобно было бы, чтобы тебе был лучший вид. Спасибо, дорогой. Давайте мы еще сейчас споем, обязательно, потому как время уходит, жалко его терять. Надо, чтобы ваше творчество и ваши песни как можно больше прозвучали сегодня. Что это будет? Премьера! Вау! То есть совсем премьера? Совсем-совсем премьера? Да, совсем. Как называется? Улитки! Улитки! Спасибо вам, ребятки, еще и за это. Еще и премьера сегодня прозвучит в группе Кабинет. Погнали? Погнали. 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 Идёт четвёртый час Нет сил почти у нас И ветер всё сильней и злей Над нами облака Мы держимся пока А снизу множество зверей Мы висим на нитке Как две улитки Как две открытки в Новый год Нас качает ветер Очень сильный ветер Лиану сильно не качай Мы висим на нитке Есть две попытки Нам обещали вертолёт Нас качает ветер Сильный ветер И никто на помощь Не придёт Музыка 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 Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Нас качает ветер, очень сильный ветер Но никто на помощь не придет Мы висим на нитке, не отпускай Есть две попытки, не отпускай Нам обещали вертолет, не отпускай меня Нас качает ветер, не отпускай Сильный ветер, не отпускай И никто на помощь не идет На помощь не идет Повзрослели музыканты Творчество стало более серьезным Задумывались о бренном, наконец Не просто про сантехнику, а уже про... Про улитки? Вертолеты, улитки Браво, это была премьера от группы Пинет, совершенно замечательно Что мы сегодня здесь с вами собрались А времени у нас осталось, ну, совсем чуточку На одну только песню и чутка еще поболтать А сколько-то самая песня, которая будет по... Пять Пять минут Окей, надо это учесть Ух ты, у нас с вами всего пару минут остается Для того, чтобы договорить и закончить уже К сожалению А приглашайте еще Это интересный повод для разговора Да Можно я добавлю? Если вас пригласите еще Мы вам принесем программу, в которую ни разу не повторимся С тем, что мы сегодня собрались А у нас есть правило Одно правило, с которым мы всегда... С которым мы не расстаемся Как только будет новый альбом Милости просим Это и для музыкантов стимул И для аудитории, которая будет ждать вас с нетерпением Чтобы услышать какие-то новые песни Стимульнули мы вас там или не стимульнули? Стимульнули Стимульнули Пашенька А я-то что? Сводим Отлично, отлично Вот что Я сообщусь сейчас для того, чтобы как-то с этим тоже важным моментом расквитаться Завтра будет финальный в этом сезоне Подчеркиваю, эфир программы «Живые» А с 1 августа радиостанция Я имею в виду те, кто работает в эфире радиостанции «Свое радио» Уходят в отпуск каждого 1 сентября В эфире будет просто линейная музычка Ну, то есть музыка, 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 музыка Надо людям отдохнуть Тем более, когда им за это не платят Отдыхать надо в обязательном порядке Да, и чаще Вот А завтра в финальной в этом сезоне программе «Живые» ТМР на СПРХ Я думаю, что это творчество Кого-то тоже в любом случае зацепит И многие, наверняка не знавшие до сих пор коллектив завтрашний Полюбят его прямо сразу с первых нот Господа кабинетовцы Вы офигенны Других слов я подобрать не могу С вами кайфово Опять же, я таким современным стану Я по-немецки, русские люди не понимают Говорю, да Вы замечательные Дай вам Бог, чтобы творчество ваше только набирало силу сейчас И чтобы альбом за альбомом Вот так вот через 30 лет после первого Не появились следующие Чтобы это случилось в ближайшее время В ближайшей перспективе Мы всегда будем вам рады Спасибо, что пришли Спасибо, что были два часа Которые поскочили как мгновение в этой студии И порадовали аудиторию своего радио Спасибо вам огромное Спасибо вам! Как будет называться песня, которая сейчас прозвучит? Кучум! 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 Как хорошо под финал Как хорошо под финал Спасибо большое Всем до завтра Пока А кабинет закрывает свою музыкальную программу сегодня Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Я хотел побыть с тобой Но не знал, с чего начать Я хотел увидеть сон Но сосед бежал мне спать Кучу Я хотел помыться в душе Только в кране нет воды А потом хотел покушать Только в кране нет воды А зачем мне это все Если я купил билет Напоследний по лесу В кучу В кучу В кучу В кучу Субтитры сделал DimaTorzok Я хотел найти тебя Но тебя Но тебя я не нашел Я хотел найти себя Но куда-то я ушел А зачем мне это все Если я купил билет Если я купил билет На последний поезд Поезд В кучу В кучу В кучу В кучу В кучу Котчо 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 Котчо